Двое рабочих на 6 длиной 1,5 метра несут груз массой 90 кг. Груз находится на расстоянии 0,5 метра от плеча первого рабочего, а от плеча другого рабочего 1 метр. Необходимо посчитать, как распределены нагрузки на плечи этих рабочих, и кому из них нести и тяжелее. Задача известна груз массой 90 кг. Его несут двое рабочих, причем грузы размещенной 6, то расстояние от одного рабочего до плеча равно 0,5 метра, а другого F2 равно 1 метр. Можно определить, какие силы приходятся на плечи рабочих, F1 и F2, и кому из них нести все-таки тяжелее. На плечи рисовать мы не будем, а вот точки зрения, те моменты, которые связаны с касанием этих плеч, обозначены. Шест, которые несут, они вес. Это будет плечо первого рабочего, который шест опирается на плечо первого рабочего, а это опирается на плечо второго рабочего. Указан вес, указан масса груза, АМ равно 90 кг, и длина 6,5 метра. Груз находится на расстоянии 0,5 метра от плеча первого рабочего, а 1 метр от плеча второго рабочего. Нужно посмотреть, какие действуют силы, кому из них нести груз труднее. Поскольку нам известна масса, мы можем определить вес этого груза. А равно МЖ. Поскольку груз находится в равновесии, ничего не поворачивается, на плечо первого рабочего действует сила F1, а второго действует сила противодействия F2. F1 будет действовать сила F2, а уравновешивается реакция силy. Это R1, реакция силы R1, а тут F2, реакция силы R2. Эти силы уравновешивают. Но в любом случае, две вот этих силы, они будут в сумме равны вот этой силе, потому что реакция этих сил уравновешивает вес. Можно сказать о том, что F1 плюс F2 будет равно весу этого груза. Можно такое написать, что F1 плюс F2 модули эти значения, будет равно F2. Она уравновешивается здесь силой реакции плеча R2, а F1 уравновешивается значением реакции силы R1. Если смотреть точку относительно вращения, относительно вот этой точки, возьмем ее за точку, которая вращается, 6, он же находится в равновесии, он находится без движения. Здесь действуют две силы. Одна сила действует, которая обуславлена плечом веса, вот этим, и сила, которая действует против этого плеча. Она направлена в противоположную сторону, она поддерживает. Можем сказать о том, что момент силы плеча равен моменту вот этой силы, которая уравновешивает этот же А6, чтобы он не крутился. Она по модулю равна F2. Мы можем так записать, что момент АМ силы плеча равен самому весу умножиться на вот это значение, обозначим L1. Это все будет равен L. Умножить на L1. А вот момент силы F2 будет равен чему? Самой силе F2, который давит на плечо второго рабочего, и умножить на все плечо. Умножить на L. И поскольку груз находится в равновесе, ничего не движется ни вверх, ни вниз, и не поворачивается, можем сказать, что модули этих моментов будут одинаковыми. Можем написать о том, что P, что множится на L1, равно F2, что множится на L1. И подставим эти значения. Нужно определить, чему равно F2. Потом из этой формулы можем определить, чему равно F1. Итак, F2 будет равно P, что множится на L1, и делится на значение. Равно. Подставляем эти значения. P 90 кг на G. Но пока не будем мы определять с точки зрения чисел, определим только через L. P умножить на L, цена 0,5 метра, что делится на сколько? На всю длину полтора метра. Метры сократились, это тоже сократится. Получится, что P делить на F2. В данном случае сила, которая действует на плечо второго рабочего, дальше находится этот груз, будет равно P делить на F2. Нужно сказать, что F2 равно P делить на F2. А F1, сумма двух сил равна весу. А F1 будет равно P минус P делить на 3, равно 2 третьих P. Обратим внимание на том, что силы, которые действуют на плечо первого рабочего, намного больше, чем силы, которые действуют на плечо второго рабочего. Можно посчитать, что это будет на ньютонах. Давайте подставим это значение, получаем 90 кг умножим. Возьмем жер за 10 метров в секунду в квадрате. Это равно 900 ньютонов. Тогда F2 будет равно 900 ньютонов. Делим на 3, равно 300 ньютонов. А F1 будет равно 2 третих на 900 ньютонов, будет равно 600 ньютонов. Практически нагрузка на плечо первого рабочего в два раза больше, чем нагрузка на плечо второго рабочего. Можем записать, что F1 равно 600 ньютонов. F2 равно 300 ньютонов. Результат можем сказать о том, что первому рабочему нести тяжелее, потому что на плечо у него в два раза больше давит сила, чем на плечо второго рабочего.